ну вот я уже монитор поставил на стол к себе вот второй монитор ну вернее это сейчас мой монитор а это новый монитор ну если глянуть так конечно же этот покруче смотрится здесь как бы такая рамка со всех сторон а здесь рамка только снизу а тут то ничего и нету ну а по отражению ну да все-таки в нем больше отражается прямо вот видно то есть и сюда заглянуть ну как-то вот она вот стол здесь как-то так отражается на если глянуть вот она в принципе да рука моя как она тут видна вот она рука не ствол такой и здесь рука ну я не знаю но как то есть наверно побольше все-таки отражается но вообще если включить так все просто получила смотреть потом будет вот здесь потому что может быть он здесь так так же будет так вообще когда здесь кто больше отражения прямо смотришь как будто бы весь стол видишь вот она кнопку включения воду блин нажимаешь он весь так шатается прямо прямо ничего себе здесь какой-то снизу синей светодиодик загорается он он вайв sonic energy star кстати здесь экономия энергии есть в этом мониторе а я живо не подключил да нет сигнала точно ну и все говорят то что в отзывах там что здесь сильно от экрана отлегается как по мне так какая разница но есть такой что там слегка она не плотно лежит но тебе что типа какая разница за отлегать не отлегать ты вот так сидишь какая тебе вообще должна быть разница тут он она тоже хотя нет здесь здесь он плотненько или нет на плотненько так сейчас надо подключить его светодиодик он оранжевый кистом пока в режиме ожидания был включаешь синенький ну вот собственно он и включен если убрать давай-ка мы пойдем с экрана да ну так картинка выглядит правда здесь уже какие-то настройки есть монитора контрастность там яркость теплота света здесь ничего нет он так он по стандарту идет ну и надо сказать да так неплохо выглядит хотя здесь вот хоть и есть рамка вот она видите тоненькая миллиметровая еще какой-то такой вот зазорчик программный то есть то есть физически рамочка вот она тоненькая а программ а сам экран еще вот имеет такую рамочку то есть я думал отсюда начнет светиться он светится они отсюда то есть еще 2 миллиметра типа все равно рамка есть типа если бы она светила бы полностью вот до этой но начиная с этой рамки было бы незаметно рамки но там еще своя типа экранная внутренняя рамка и типа но все равно уже поприятнее смотрится если сравнить вот этот и этот этот поприятнее смотрится ну то есть то что рамка тоньше то что он и чуть побольше то есть у этого 23.6 дюйма у этого 23.8 пока он там стоит на низинке так и подальше кажется что он поменьше на самом деле он слегка побольше ну плюс то что здесь здесь рамки есть хотя возможно по размеру не даже одинаковые на то что ну просто здесь вот он экран а там экран шире за счет того что рамок нет он то есть да скорее сегодня знак по размеру ну там коншири за счет того что рамки ушли и она раздвинулась как бы да может быть даже по размеру не одинаковая но там из-за того что рамок нету пошире стало а вот ножка в принципе здесь такая тоненькая что здесь такая тоненькая что там такая хотя не особо видно да так ну а если с фонариком она что есть такая тоненькая она снизу что здесь тоненькая но здесь чуть-чуть потолще здесь потоньше разве что здесь она на круге стоит а здесь на квадрате и там она в самом конце квадрата здесь чуть посерединке она чуть поближе вон она а там она почти что в самом-самом конце это этот монитор вот он как бы да старый это новый в принципе почти что одинаково да но если она вон сколько сзади подставки не она все-таки посередине можно сказать поставки стоит ножка а здесь он у нас краю стоит такая но он потоньше будет чем это здесь какая сзади бандура а там она такую потоньше будет хотя хотя не знаю вот в принципе нормально наверное да а надо проверить на всякие засветы битые пиксели сейчас посмотрим и на самом деле прикольно два монитора ты так тянешь и она так начинает вылазить и вот она все уже там прикольно ну и проверить сейчас можно тоже она может посмотреть какое разрешение тут сейчас они то она сама нашла видно что и там и там 1980 ну что ж тогда смотрим типа да очень такое так в общем вот она цветопередача что там еще градиенты мерцание ну я не знаю вроде все норм резкость а не знаю как там на телефоне но на экране в принципе все нормально контрастность да вроде все норм яркость геометрические сетки тоже вроде все правильно да так динамические тесты да ну в принципе вроде норм разве что единственное что вот это вот это отражение все-таки экран отражается но и фокус вот молодец цветопередач но вообще по идее по идее как это сделать домой домой начать он делает весь экран то что нажимаешь клавишу мышки так типа так ну вроде все такое желтая красная до синяя красная девушка зачем-то катается это что к чему это здесь девушка вообще непонятно тесты закончить нет продолжить девушка я не понимаю почему здесь девушка почему-то полоса видно то есть браузер раскрылся не на весь экран а часть рабочего стола видно ну как бы не знаю как это пофиксить да зачем это девушка почему все это то есть закончились тут все пару тестов того вроде бы все нормально что здесь не видно но у меня монитор этот кстати плохая передача на на экране телефона тут такой светло-розовый у меня прям аж темно-розовый вроде битых пикселей я не вижу черный черный да но это цвета идут на мониторе так что вроде не черных точек никаких белых углов каких-то таких до засвеченных я не вижу единственно что вот черная точка но мне кажется что это пыль это пыль она черная . если видно черная . но это пыль по моему я сейчас попробую сдуть ее ну да все если видите уже уже нету черной точечки просто крошка какая-то прилипла самое интересное что я когда распаковал монитор у него уже были какие-то крошечки это может быть от пенопласта лет мешка от этого насыпались я не знаю но вообще в целом в целом красота по моему даже наверное вам лучше сделать знаете как вот так это я нажал автофокус на монитор потому что он был настроен на все а теперь именно на монитор по моему все идеально вот они я не знаю видно вам какие черные черные точечки такие типа много мелких черных точек зерни не зернистость или что это мерцание проверяется по мне не мерцает ничего сейчас смотрю на монитор вообще красота много черненьких таких точек белочерненькие такие не знаю там наверно не видно на экране телефона но здесь очень совсем много черных точек но глазами ничего не мерцает на телефон там какие-то пошли уже эти кстати это монитор с технологией фликер фри защиты от мерцания то есть чтобы глаза не уставали плюс там еще есть технология почему взял именно из-за двух технологий фликер фри подсветка не мерцает глаза меньше уставать должны плюс технология фильтрации синего света то есть blue light синий свет этот должен как бы меньше иметь воздействие на тебя ну то есть регулирующим фильтр синего цвета то есть а почему здесь у меня такие переходы плохие как их увидите то есть на экране прям каждый переход виден на телефоне нет такого вот сейчас более-менее что похоже что у меня на экране но блин это мне каждый раз тыкать тыкать клавишу ну то есть тыкать на экран телефона это тоже не очень ну вот теперь полноценные тесты да а то два-три тестика вы мы закончили как мы закончили мы только начали теперь да действительно тестов много я не вижу чтобы что-то было не так по-моему все норм даже можно выключить свет о при начале сразу не выключил он же мешал для экрана телефона то есть для съемка вообще реально мешал он реально мешал то есть лишние блики были а без без света вообще красота нет лишних бликов фокусировка тока на экране нет ничего такого хотя нет еще его есть какие-то отблески но это отблески со светом их было больше кстати здесь задержка от отображения 77 миллисекунд короче это грей-то грей то есть не как ну то есть самое лучшее это белый белый бэту б бэту бэту блэк или как он там это самый лучшему или как он там что-то хуже измерение грей-то грей-то грей и 7 миллисекунд почему так дергается типа это должно быть или это с монитором что-то хотя возможно это сайтом что-то это монитор так или это или это сайт так но сейчас чётенько а нет иногда дергается а если это монитор такой блин если она она на полосе дергается что тогда в играх будет то что я выбрал как бы как универсальный и для для всего как бы и для игры для фильмов и для потому что просто в интернете посетить в общем для всего так но в принципе все норм не видно никаких не не засветов не черных точек у моего все идеально хороший монитор я отхватил так а давай ка еще продолжим по пластику так пробежимся по моему я не вижу ни черных пятен ничего черный вот здесь по моему хорошо видно что все норм да все красиво все чутенько все чутенько ты чувствуешь это для моих монитор он для он крутой он классный он прекрасный он супер я доволен когда и на реально круто IPS матрица энергостар то есть режим сохранения энергии то есть энергосберегающий режим здесь есть плюс технологии защиты глаз плюс он такой безрамочный такой чутенький это известно что задержка что насчет задержки 7 миллисекунд это как бы много моем старом 2 миллисекунд а здесь 7 миллисекунд то есть я буду уже ощущать разницу то есть в этом 2 миллисекунды в этом 7 это жесть причем здесь не написано грей то грей или black to black а здесь прямо написано грей то грей грей то самое типа худшее самое медленное измерение лучше всего как там black to black по моему так что такое или black to white что такое а грей то грей то типа самое плохое измерение ну да завершить типа почему она не на весь экран и не понимаю ну в принципе вот такая вот проверочка хотя нет уже сделал теперь этот основным а этот дополнительно нажимаю здесь начать это же вон видно такая линия синенькая то есть его наноси некая линия то есть почему-то на на втором экране браузера заворачиваться не полностью остается какая какая такая думал уж про меня в мониторе а нет здесь тоже вот я просто перетянул сюда здесь делалось экрана на растянулась когда сделал этот дополнительным а этот основным и здесь тоже уже не растягивается если сейчас это перетянуть сюда и раскрыть на весь экран закрыть снова начать тест всем на весь экран теперь до теперь уже реально на весь экран так вот эта штука мешает как и закрыть так теперь уже реально на весь экран можно зато есть весь экран ну по-моему все норм я не вижу никаких не ни точек черных и каких-то полос не шлифов не каких-то, я не знаю, как говорят углы засвета на углах, я не знаю, что такое засвета на углах, я так понимаю, на углу должен цвет какой-то другой быть, типа, ну, если, допустим, черный, да, то в углу черного должен быть, я так понимаю, какой-то белый, да, такой вот, должно быть, либо здесь, либо здесь белый должен быть, такой, типа, засвет, да, или на белом, наоборот, черный, или, как они говорят, видно, не видно, а видно на синих только на синих цветах только видно ну и я по разным там прошелся по моему все одинаково где тут еще смотрю на монитор и на как там на телефоне глазом глазом но я сейчас смотрю на монитор он весь синий на телефоне почему-то здесь вот такой синяя здесь такой фиолетовая но но в реале в реале он весь синий абсолютно одинаковые вещи и полностью ой что с моей рукой тремор какой-то дорожит так ну в принципе да она реально одинаково ой что с моим пальцем они реально начинают дрожать в принципе я вижу что цвета абсолютно полностью одинаково сейчас полностью розовый полностью голубой полностью белый и на белом кстати а можно как-то сделать на весь экран полностью нельзя чтобы ушло это а вот надо просто мы не дергать мышку все вот он просто белый черных точек вообще я не вижу ни одной каких-то засветов черных там или каких-то серых каких-то нету все белое дальше едем черный вот он полностью черный то есть я смотрю полностью черный монитор нету никаких 我們 не уб billion точек ничего и какие-то угол там светле темнее вот это это отражается вот этот лист если его убрать но в принципе принципе это просто отражение с моего ракурса или как посмотреть он полностью черный то есть то есть просто из-за ракурса ему отражение стыке он немножко монитора дрожать нас слева Fuel grass Good oxen убрать куда-нибудь потопа ниженному черный полный просто полностью это опять-таки наédно тоже не да монитора идет но вообще глазом вот с моего ракурса вот мои глаза сейчас я смотрю так он полностью черный разве что вот это отражение, но это понятно он полностью черный то есть вообще полностью ну если не учитывать отражение конечно реально никаких я не вижу ничего такого то есть все чутенько, монитор я хороший это хватил, нормально не, но вайсоник на самом деле хорошая фирма, все-таки американская все-таки это качество, американские вещи это обычно качество так что в принципе я не вижу ничего такого, чтобы какие-то искажения были, что-то такое все по-моему чутенько, прям чутенько чутенько, прям чутенько прям вау, ну я доволен короче, да все красивенько, все чутенько, да вот тут теперь на весь экран все по-моему чутенько все квадратики ровненькие нигде никаких скосов, ничего нету никто не кривой, никто нигде по-моему все круто хотя там было слегка, можно сказать, такое, что квадратики как-то некоторые ну вот по краям здесь как-то вот с этого угла норм а вот с этого, снизу ну вот, короче, верх и правый угол норм а низ и левый угол белый вот эта линия, которая там была на тех квадратиках она чутко заходила за рамочку чуть-чуть на петель, может и снизу так же вот, вот, наверное, вот сверху здесь белая полоса идет и здесь белая, а снизу и слева ее как будто бы меньше ну вот если глянуть вот сверху много этой белой полосы, да, и сбоку а снизу ее как будто бы вот не хватает а, ну хотя это я так сверху сижу если опустить глаза голову ниже, то здесь в принципе норм и там тоже в принципе в принципе если головой подвигать а, ну да, я просто голову сюда двигаю здесь хорошо видно а туда смотрю, во, не видно здесь хорошо видно, здесь видно но если передвинуть голову сюда то здесь хорошо видно то есть есть какой-то угол небольшой, да то есть оно как-то так стоит, что и здесь то же самое, да, это просто угол Угол зрения, я вот опускаюсь Видно, его видно, а поднимаюсь И становится, о, видно хуже Снизу он, прячется полосочка Вот, ну, в общем, что хочу сказать Монитор Вроде бы девушку Ой, Диня, то еще Ну, не то, чтобы я не любил девушек Просто, кстати, такие фотки, потом кто-нибудь скажет Вот, мой фотку показывал Без моего разрешения, там все такое А мне бы не хотелось бы таких вот разборок Вот, ну, в принципе По-моему, круто, я доволен Сейчас буду ставить его как основной И настраивать И пользоваться им, потому что Именно для этого я его и купил, чтобы пользоваться Чтобы получить удовольствие И, кроме того, самое главное была Основная моя Основная моя цель была Это, чтобы Как его называют Цель была Защита глаз Здесь две технологии Отсутствие мерцания и Фильтры синего цвета Вот Как-то так На этом все Всем пока КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok